с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 13 ноября международный день слепых отмечается в день рождения французского педагога валентина гайуи который основал 1784 году в париже первый в мире интернат для слепых также сегодня всемирный день доброты даты для этого дня был выбран день открытия в 1998 году в токио 1 конференции всемирного движения доброты в данном мероприятии участвовали представители австралии канады японии таиланда сингапура великобритании и сша но позднее к движению присоединились и другие страны в нашей стране всемирный день доброты впервые прошел 2009 году это праздник действия независимо от того сколько человеку лет где он живет и какая у профессия он может сделать добро увидеть положительное самой сложной ситуации чтобы вдохновить и себя и других прислушаться и к себе и к друзьям и к семье а главное главное поделиться энергией средствами чтобы помочь миру в котором он живет стать лучше также сегодня отмечается день службы защиты государственной тайны вооруженных сил россии и день войск радиационной химической и биологической защиты страны но теперь о родившихся в 1850 году в этот мир приходит роберт льюис стивенсон шотландский писатель и поэт автор приключенческих романов и повести крупнейший представитель английского неоромантизма 1955 год день рождения вупи голберг кэрин джонсон американская киноактрисы карьера начинается в детском театре хелены рубинштейн нью-йорке когда керен всего 8 лет одно время голберг также вела собственное ток-шоу и даже удостоилась чести вести церемонию вручения премии американской киноакадемии одна из самых высокооплачиваемых звезд голливуда 10 тысяч долларов за съемочный день настоящих 10 тысяч 1958 год елена цыплакова приходит в этот мир советской российской актрисы театра и кино режиссер заслуженная артистка российской федерации народная артистка страны события дня 1862 год льюис кэрролл сдерживает обещание данное ранее алисе лидл записывая своем дневнике начал писать сказку об алисе надеюсь закончить ее к рождеству речь идет о произведении приключения алисы в стране чудес часто используется сокращенный вариант алиса в стране чудес сказка которая написана английским математиком поэтом и писателем чайльзом лютвиджем доджоном под псевдонимом льюис кэролл и издана в 1865 году в ней рассказывается о девочке по имени алиса которая попадает сквозь кроличью нору воображаемый мир населенный странными антропоморфными существами сказка пользуется устойчивой популярностью как у детей так и у взрослых редкое сочетание 1931 год американец русского происхождения изобретатель зворыкин создает иконоскоп первую в мире электронно-лучевую трубку для телевизионного передатчика рождается он в россии в 1918 году эмигрировал с 19 года в сша его называют подарком американскому континенту свыше 120 патентов и более восьмидесяти научных работ 1940 год проходят первые испытания нового командирского автомобиля компактных размеров и повышенной проходимости в виллис после начала второй мировой войны армия сша сформулировала основные требования к автомобилю разведчику он должен быть легким компактным со всеми ведущими колесами способным преодолевать значительные расстояния по пересеченной местности эти требования были настолько жесткими по срокам что в конкурсе участие принимали только две компании в красную армию виллис и поступали по ленд-лизу с лета сорок второго года широко применялись как командирские автомобили тягачи противотанковых пушек всего до конца войны в ссср было поставлено около 52 тысяч машин но а возвращаясь к тому конкурсу виллис то остался один вторая компания не смогла выполнить требования 1952 год американский медицинский еженедельник new england journal of medicine опубликовал весьма обнадеживающее сообщение статью пола мориса зола кардиолога бостонского госпиталя оживление сердца при вентрикулярной остановке посредством внешней электрической стимуляции его первый пациент 65-летний мужчина с терминальной стадии ищемической болезни сердца полным блоком проводимости и рецидивирующими остановками сердца был приведен чувство при помощи внешней электро стимуляции через электроды подкожно введенные иглы с частотой 25 60 раз в минуту поступали импульсы нарастающие амплитуды и длительностью 2 миллисекунды через 52 часа больной вернулся с того света его сердце вновь заработало но увы всего на полгода но шесть месяцев однако электро стимуляция стала одним из самых популярных методов лечения 1987 год публикуются материалы о пленуме мгк партии под заголовком энергично вести перестройку выделены слова горбачева товарищ ельцин поставил личные амбиции выше интересов партии в этот же день с тем чтобы способствовать безопасному сексу или предотвратить спид bbc показывает первую коммерческую рекламу презервативов 2000 год в северной италии обнаруживают фрагменты костей которые принадлежали неизвестному ранее хищному динозавру тварь было около 9 метров в размере с длинной шеи и массой около тонны жило это существо которое называют сальтриозавром в раннем юрском периоде это примерно 208 140 миллионов лет тому назад обнаруженный динозавр является одной из самых древних хищных рептилий но и в завершении 1821 год основан театр имени евгения вахтангова это один из самых известных и популярных театральных коллективов страны государственный академический театр имени евгения вахтангова в конце 1913 группа молодых московских студентов организовала студенческую драматическую студию во всех высших учебных заведениях москвы появилось объявление которое приглашало студентов и курсисток записываться в члены новой организации там же указано что занятиями студии будут руководить артисты московского художественного театра и что от каждого поступающего в студию требуется а серьезное идейное отношение к делу и б полное подчинение дисциплине студии руководить который согласился евгений багратионович вахтангов 30-летний актер и режиссер художественного театра уже составивший себе репутацию лучшего педагога по системе станиславского так начиналась история великого русского театра с вами был николай пивненко в проекте дата